Здравствуйте! Это новости телеканала Западная Армения. Короткий обзор сегодняшних новостей. Заявление министра иностранных дел Республики Западной Армения Лидия Маркусян. Реальная политика, наше сопротивление и сохранение целостности Родины. Президент Западной Армении Арминак Абрамян. Коррумпированный из российских Азербайджан нападает на Армению с временем к этническим чисткам и геноциду. Валерий Буае. Сокровища Арцаха. Ворота крепости. Реакции интеллигенции на ликвидацию османского султаната. Академик Ахмед Куяш. Озеро Мададапа. Джавахки-Высыхаек. Армянские школы армянских эмигрантов в зарубежных странах. Этот великий армянин всего за шесть месяцев заставил весь турецкий народ аплодировать ему стоя. Заявление министра иностранных дел Республики Западной Армении Лидия Маркусян. 1 ноября 2022 года. Ереван. Министерство иностранных дел Республики Западной Армения выражает соболезнования Исламской Республики Иран и семьям невинных жертв в связи с ужасным и смертоносным терроризмом 27 октября 2022 года. Коренной армянский народ Западной Армении и коренное население Ближнего Востока, пострадавшие и все еще страдающие от терроризма и экстремизма, полностью понимают борьбу с этими темными силами. Выражаем наши искренние и глубокие соболезнования министр иностранных дел Республики Западной Армении Лидия Маркусян. В эфире Weston Armenia TV президент Республики Западной Армении Армен Акабрамян представил вызовы, стоящие перед общим государством Армении. Касаясь агрессивных военных действий, развязанных турецко-азербайджанскими тандемом, он отметил, это не пограничные инциденты, как отмечают многие, а действия, осуществленные Турцией и Азербайджаном на оккупированных территориях. Сейчас мы остались одни, наедине с врагом и должны внести свой вклад в ситуацию, чтобы предложить соответствующие решения и оказать сопротивление. Касаясь реальной политики, сказал, какая реальная политика, наше сопротивление и сохранение целостности Родины. Партнерство Урсулы Фонни Дер Лайер с Азербайджаном позор. Энергетический кризис не может быть оправданием, особенно когда мы сталкиваемся с реальными военными преступлениями. Об этом на телеканале Public Senat сообщила французский сенатор Валерий Буайе. Франция могла бы сделать больше для Армении, особенно когда мы председательствовали в Евросоюзе. Отправка наблюдателей – это минимум того, что мы могли бы сделать. Вороги Армении в открытую заявляют, что готовы уничтожить армян. И несмотря на это, мы предложаем принимать этих руководителей и Европа вместе с Урсула Фон Дер Лайаном, которые заявляют, что Алиев – надежный партнер, покупает газ у Азербайджана. По ее словам, Европа справедливо мобилизировалась для Украины, но молчит об Армении. «Азербайджан – коррумпированное и российское государство, которое нападает на границы Армении, стремясь к этнической чистке и продолжению геноцида», – добавила сенатор. Крепость Особняк находится в Арцарской провинции Хачен, на правом берегу Хачена-гета, напротив Ганзасара. Был родовой дворец канизей Гасан Джалалянов Хачена. Ворота – своеобразное архитектурное сооружение. У него было много комнат, приемное, вспомогательные здания, две церкви, окруженные стеной. Разрушен в середине XVIII века монгольским правителем Великого хана Ардуном. Руины и сейчас сохраняются. Ровно сто лет назад, 1 ноября, был положен конец 60-летнему существованию Осмарского султаната. 17 ноября последний Осмарский султан покинул Стамбул с помощью Англии. После Первой мировой войны национальной борьбой против оккупации, начавшейся в Анатолии, открылась дорога в республику. Была ли в начале XX века введена идея ликвидации султаната? Когда Мустафа Кемаль отправился в Самсун, была ли в его голове республика? Как был упразднен султанат 1 ноября 1922 года и какова была реакция общества и интеллигенции? Академик, доктор исторических наук Ахмед Куяш комментирует так. Отмена султаната была одним из важнейших поворотных моментов, открывающих путь в республику, и добавляет. Однако 1 ноября многие все еще думали, что халиф останется у власти слабым главой государства. Статья полностью доступна на нашем сайте. Озеро Мадатапа в Джавахке с лета высыхает. Как сообщает Агентство охраняемых территорий Джавахка, исследование, проводимое в озере, запланировано на 2023-2024 года. И по результатам будут приняты соответствующие меры. Жители села Джданов, расположенного рядом с озером, сообщают, что каждый год озеро высыхает. Но таким ускоренными и глубокими темпами еще не было. Как отмечают сельчане, всего несколько лет назад на территории озера было много птиц. К сожалению, сегодня не предпринимается никаких шагов для спасения озера. Еще в 2019 году в прибрежной части озера были обнаружены загадочные подземные проходы, по которым текли воды озера. Озеро Мадатапа находится в юго-восточной части с Джавахского плата на высоте 2108 метров над уровнем моря. Он отличается от остальных озер разнообразием птиц. Здесь столько видов птиц, сколько на всей территории национального парка Джавахка. Западная Армения сделает все возможное для популяризации этой проблемы и привлечения внимания экологов. Пусть наши соотечественники из Джавахка будут уверены, что мы вместе с ними сделаем все возможное для решения этой проблемы. После геноцита, совершенного против армян в 1915 году, дети, пережившие геноцид в Западной Армении, разбежались по всему миру и создали свои колонии. Первоначально учебные заведения армян-эмигрантов были в основном сосредоточены в странах Ближнего и Среднего Востока – Каире, Ливане, Сирии, Египте, Палестине, Иране, Ираке и т.д. Они были сиротскими домами-училищами и укрывали, кормили и воспитывали тысячи сирот. Затем, параллельно со стабилизацией общин, были открыты школы, ставшие центрами сохранения армянства по определенной образовательной программе. Средства охраны школ формировались из учебной платы учащихся, сумм, выделенных спонсорами, и доходов, полученных от различных мероприятий. В диаспоре функционировали четыре типа учебных заведений – начальное, неполное, среднее, дошкольное, среднее и высшее – колледж. До геноцида, совершенного против армян, на наших родных территориях были армянские школы почти во всех армянских общинах. Президент Западной Армении Арменак Абрамян в одном из своих публичных выступлений, в частности, отметил важность вопроса получения армянского образования для армян диаспоры, особо подчеркнув важность обучения западноармянского языка и его использования в повседневной жизни. Западноармянский – это звучный, красивый язык, достойный сохранения, для чего руководство Западной Армении принимает каждый шаг, чтобы изгнанное армянство имело возможность общаться на западноармянском языке. Акоп Вартувян является основоположником турецкого театра. Акоп Вартувян родился в 1830 году в Стамбуле, в районе Бешикташ. С азиатской компанией в Гедикпаше и Юскюдаре дает армянские представления. Все это время Акоп продолжал работать гипсовщиком. Говорят, что Акоп получил в награду от султана Абдулла Азиза 500 золотых, так как Акоп смог отреставрировать резные картинки на маленьких балконах дворца. Когда выступления на турецком языке Гедикпаше привлекли внимание общественности, азиатская компания в том же году переехала в Юскюдар и представила несколько спектаклей в театре Азизия. Турецкое общество проявило большой интерес к театру. В 1869 году впервые была показана пятиактная пьеса Физули «Лейла и Маджун», и в том же 1869 году театр Гедикпаша был назван Османским театром. Спектакли Вартувяна были переведены ведущими писателями этого времени. Эбузии Тефик, директором Алибей, Реджайзаде Экремом, Намком Камэлем, Ахмедом Митхатом Эфенди и поставлены в театре Вартувяна. Армяне создали для Турции оккупанта культуру, ярким представителем которой является Акоп Вартувян. Создали турецкий алфавит, автором которого является Акоп Вартувян, которому Ататург за большой вклад присвоил фамилию Дилачар. Армяне, живя на своих коренных территориях и будущей цивилизованной нации, всегда помогали турецкому народу по образователям, культурным и другим вопросам. Однако в ответ на все это они получили геноцид, экспроприацию и изгнание. Где справедливость? И в завершение новостей послушаем песню в исполнении Офелия Амбарцумян. Офелия Амбарцумян Такими были новости на сегодня. Оставайтесь с миром! Офелия Амбарцумян Офелия Амбарцумян